Дорогие друзья, очередной вам привет от компании Прокатить.ру, Ильин Владимир. Зима 2020 года, и мы, конечно же, уйдя с воды на некоторое время, будем снимать часть наших обзоров из нашего сервисного центра, из наших салонов. Давайте мы вам покажем и расскажем про лодку, которую мы готовили летом 2019 года, и какие изменения у нее произошли по осени. Наконец-то у нас добрались руки, чтобы все это вам показать. Основные работы в этой лодке, конечно же, были произведены на корме. Мы убрали заднее сидение и сделали небольшой подиум, скажем так, рундук. Но в передней части, может быть, некоторые уже заметили, взгляд ваш и наш цепляют затонированные лобовые стекла каленых. Это классно, хорошо смотрится, на воде это просто реально ураган. Пошли на корму все-таки покажем, что у нас удалось. Конечно, многие знакомы с компоновкой данной лодки. И лодок 585, 545, 525. В данном месте находятся два складных сидения, превращаемых в фиш-платформу. Покупатель данной лодки, наша компания, прокатист.ру, изначально поставил условие, что мы должны убрать заднее сидение и превратить это все в некие функциональные рундуки по его чертежу. Полностью были сделаны расчеты, полностью убрали весь каркас, интегрированы, где были сидения, и заново сварили, опять же таки, в нашей компании сварили каркас с комиксами, покрасили все это, интегрировали на заднюю палубу, получили вот такую прекрасную фиш-платформу. Аэратор у нас остался здесь. Покажем его. Никуда он не делался и не изменился. А в лодке появилось два огромных просто рундука, даже три. Давайте вам будем показывать по очереди. Начинаем с самого большого рундука, который занимает 2 трети измененной площади. Крышка выполнена из 15-мм фанеры, достаточно мощная. Используется оригинальная фурнитура Перко. Причем в данном случае фурнитурка идет, замок с замком, ручка с замком. По левой руке, по правому борту, ближай к правому борту, расположена специальная пружинка-подпорка, которая как раз удерживает такую могучую крышку. С обратной стороны все обшито синтеком. Сваренный новый каркас из алюминия в нашей компании Прокатистичку.ру установлены приваренные комиксы. Сделан слив с этих комиксов. И, конечно же, давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри установлен размыкатель массы, так называемая умная масса с реле-зарядом двух аккумуляторных батарей. Дополнительные решетки вентиляции. Борта все обклеены американским материалом синтек, что, в общем, придает красивый и эстетичный внешний вид. Абсолютно спокойно это место можно использовать для хранения коробок, приманок, каких-то дополнительных вещей, личных вещей, которые требуют аккуратного хранения сама по себе. Пойдемте к следующему. Следующая часть всей этой фиш-платформы, которую мы преобразили, выглядит следующим образом. Причем штатную крышку рундука, который был между двумя сиденьями, мы сместили. Сделали вот такой вот блок интересный. Та же самая фанерная крышка на петлях. Те же самые комиксы. Причем внутреннюю часть мы изменили так, что можно иметь доступ к самому скрытому рундуку, в котором лежат определенные такие же вещи. В данном случае здесь лежит у человека... Рундук представляет из себя некую техническую часть. Здесь лежит шланг, здесь лежит сумка, чехол, стоит аккумуляторная батарея, запасной винт для электромотора. Нигде это не болтается. Все аккуратненько убрано. Алюминий проклеен. И небольшая ручка, которая не выделяется из общего интерьера. Очень удобно и практично. Аэратор в этой лодке мы не изменили, но добавили в него очень интересную функцию. Сейчас покажем. Вот в таком вот интимном полумраке в общем-то начинаем осматривать наши новые светодиодные фонарики, которые используются как раз для подсветки аэраторов. Стоимость такого фонарика порядка 1500 рублей, 1500-1600 рублей. На самом деле очень удобно. Все проверили, специально воду залили, для того, чтобы посмотреть, течет, не течет, и проверить свою работу, насколько мы ее качественно сделали. Все окей, не течет. Пошли дальше. Как говорится, какой же русский не любит быстрой езды? Для достижения оптимальных скоростных характеристик на данной лодке был установлен 8-дюймовый джек-плейт от компании C-Star. Это электрический вертикальный лифт, который позволяет приподнять мотор, столь могучий, как Mercury Pro XS 115 л.с. с тяговым редуктором Common Trust на ту высоту, которая вам необходима будет и будет оптимальна именно для той или иной загрузки. И опять же, с использованием стальных винтов. В данном случае, повторюсь еще раз, 8-дюймовый C-Star лифт с подрулевым лепестковым переключателем и с индикацией. Для защиты вашей гидравлики от компании C-Star мы, прокатистка.ру, предлагаем вот такие защитные элементы, фиксаторы, скажем, ограничители движения как раз гидравлики во время перевозки лодки на прицепе. Очень полезно, крепится прямо на гидравлический, на шток гидравлического цилиндра, занимает не очень много места и, кстати, недорого. Рекомендую. Друзья, ну что, как говорится, готовь сани летом, а лодку зимой в нашем сервисном центре. Приезжайте, приходите. Но даже если не сможете к нам привезти ее на подготовку к весенним различным спортивным соревнованиям или рыбалке, или просто к отдыху, или даже к летнему, мы всегда будем рады помочь вам, ответив на ваши вопросы в наших социальных сетях, на инстаграм-канале на нашем, на фейсбуке и, конечно же, на ютубе. Смотрите, спрашивайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся на воде. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова